Уважаемые коллеги, у вас на руках проект поездки на очередной заседании городской зимы. Есть предложение принять за основу? Решение принято. Какие будут дополнения, предложения по этому дням? Пожалуйста, депутат Рокин Константин Юрьевич. Уважаемые коллеги, я предлагаю внести в повестку своих председаний вопрос об обращении депутатского района Держинска к законодательным собраниям Нижегородской области. Кратко поясню, в чем тут есть предложение. Большинство спустят, что законодательным собраниям Нижегородской области готовятся изменения, которые приведут к изменению нашего устава и к отмене всенародных выборов главы города, а также избрание городской думы без партийных списков, то есть только по домозавтым кругам. Я считаю, что мы должны предстоять интересы Держинсов. Мы знаем, что большинство из них боролись и борются за всенародные выборы главы города. Это первый момент. Второе, что поскольку наш президент недократно говорит о том, что политическая система в Российской Федерации многопартийная, значит, изменением законодательства мы ущемляем права тех граждан, которые голосуют не только за персональные фамилии, но и за политические партии. Учитывая определенный временной циклот, я предлагаю рассмотреть этот вопрос, поскольку 2 октября, насколько известно, в законодательном собрании собирается вопрос уже утвердить. Уважаемый Константирующий, Ваше письмо действительно поступило с обращением правового управления. Проработал этот документ. Пожалуйста, вводите правового управления. Уважаемые депутаты, предложение внесения обращения требует принятия решения городской думы. Для принятия решения городской думы необходимо подготовить проект правового. В настоящее время проекта правового документа. Вопрос на заседание комитета, соответственно, не обсуждался. И вопросы, based on рассмотрение городской думы, подтверждают предварительное рассмотрение на заседание contradictory комитета. В следствии отсутствия этих документов на сегодняшний момент у городской думы отсутствует законные основания для рассмотрения этого вопроса. Я думаю, что внесением в повестку или не внесением этого вопроса мы, во-первых, поймем позицию городской думы в целом. И, так сказать, у нас будет возможность бюрократические эти моменты обойти и, так сказать, в рассмотрении вопроса подготовить проект решения, либо поручить главе города обратиться от имени городской думы, поскольку, так сказать, текст, Владимир Владимирович, у вас на руках есть. Константин Сергеевич, я думаю, что все были для разъяснений угрозного правового управления. Пожалуйста, депутат, попроси в бюрократ. Список всех вопросов, поэтому прошу снять его с повестки. Пожалуйста, еще вопрос. Приглашение. Уважаемые депутаты. Вчера на заседании фракции я, как глава администрации, сделал предложение депутатам, чтобы направить письмо губернатору Нижегородской области и, не всегда это законодательно, но собрать Нижегородской области, чтобы описать ситуацию, в которой складывается у нас принятие бюджета на 2015 год. С тем, чтобы это помогло нам добиться дополнительного прогнозирования со стороны правительства в 2015 год. Пожалуйста, еще предложение. Уважаемые коллеги, по поводу поступивших вопросов ставится на голосование предложение Константина Игоревича Фокина. Он настаивает на том, чтобы депутаты проголосовали. Обращение к законодательному собранию Нижегородской области. У меня-то предложение сейчас проголосается совершенно по-другому. То есть, кто против этого обращения? Давайте подготовим, пройдет оно комитеты. И на следующей думе рассмотрим. Константин Игоревич. Я не проще, я просто хотел, чтобы была позиция понятных депутатов. Если может быть, это только мое мнение. Соответственно, за что мы сейчас голосовать-то должны? Кто может реализовать? За включение в повестку дня этого вопроса? Давайте последним вопросом включим в повестку дня. Ну нет, сейчас идет обсуждение повестки дня. Еще раз, какое предложение Константин Игоревича ставится на голосование? Мне непонятно. Ни с кем в повестку дня у вас есть позиция правового управления, уважаемые депутаты. Есть устав, есть положение городской думы. А в повестке правового управления за не с ним. Хорошо, давайте. Я помню, о чем речь идет. Давайте тогда внесем в повестку дня вопрос об обсуждении этой ситуации. И, так сказать, по итогам обсуждения, городская глава нам принято решение поручить, так сказать, подготовить соответствующее обращение. Либо большинство депутатов посчитают, что этот вопрос не актуален. И, так сказать, мы пойдем в форматере решения. Я не приняю никакого решения. Уважаемые коллеги, предложение внести к вопросу повестку дня последний вопрос. Решение не принято. Снять 12-й вопрос, ставится на голосование вопрос. Продолжение следует... Решение принято. Правовое управление. По поводу информации главы администрации стоит не голосовать вопрос о отправлении письма губернатору. Уважаемые депутаты, это аналогичный вопрос. В частности касается, если в форме обращения, то предшествующий вопрос, который вносил на рассмотрение депутат Покин, он аналогичный. Продолжение следует... Продолжение следует... Принято. Значит, в рамках третьего вопроса рассмотрим. Вы все вопросы рассмотрели, ставится в целом в повестке дня на голосование.